Всем привет! Меня зовут Максим Мартыненко, я заместитель начальника турбинного цеха на Кемеровской ГРЭС. Сегодня я расскажу вам, как стартует топительный сезон на электростанции. Погнали! В 2010 году я устроился на Кемеровской ГРЭС обходчиком и получается, что на моем счету уже 11 топительных сезонов. В этом период мы работаем на минимальных тепловых и электрических нагрузках. После уступления топительного сезона мы включаем дополнительные оборудования, как вылет, турбины, насосы, подогреватели. С увеличением тепловой мощности мы включаем работу турбоагрегат номер 12 с максимальным расходом сетевой воды 4500 тонн в час и максимальной тепловой мощностью 175 гигакалорий. Для обеспечения турбины паром необходимо дополнительно растопить и включить котел. Кстати, время растопки котла составляет от 5 до 6 часов. Через эти экраны мы круглосуточно контролируем работу котла и основные его параметры. За работой котла нужно следить не только через мониторы, но и путем обхода. Это наши обходчики. Вань, Дим, привет! Для подачи теплоносителя потребителям нам необходимо дополнительно включить сетевой насос. Кстати, сейчас мы находимся на полерной установке номер 2. На ней установлены 3 насоса общей производительностью 3600 тонн в час и 2 пиковых полера. Но пиковые полеры сейчас мы не включаем. Они нужны только пиковые нагрузки. С включением циркуляции возрастает расход угля, поэтому запасы мы пополняем ежедневно. В общем, наша задача – произвести и отдать тепло городу. А наша задача – контролировать качество этого тепла. Всем привет! Я Роман Корниенко. Работаю в Новосибирской теплосетевой компании. Управляю режимами работы сетей, по которым подается тепло от ТЭЦ до жилых домов. Мы находимся в главном диспетчерком управления тепловых сетей СГК в Новосибирске. На этих мониторах я и наша команда главных диспетчеров следим за режимами во время гидравильщических испытаний, во время запуска отопления, во время отопительного периода, чтобы в случае необходимости можно было отрегулировать нужные параметры подачи тепла нашим потребителям. Здесь практически мы видим весь город тепловых сетей. Диспетчеры на постоянном контакте с сотрудниками наших районов. Работа ведется у нас здесь круглосуточно, как говорится, 24 на 7 на 365. Тепло в дома нельзя подать быстро, как электроэнергию. Соответственно, график разворота, который разрабатываем мы и согласовывает мэрия, занимает 10 дней. В этом графике прописывается, какой район города, в какой день подключается к системе теплоснабжения. И мы здесь следим, чтобы параметры теплоносителя, а это давление, температура, расход воды, соответствовали тем требованиям для каждого района города, которые обеспечат подачу отопления до каждой последней квартиры. Как только дается старт отопительного сезона, ТЭС начинает подавать тепло для нужд отопления. И мы регулируем параметры, которые обеспечивают подачу тепла к домам. А задача управляющих компаний – обеспечить готовность внутренних систем для подачи тепла в квартиры жильцов. Да готовы мы. Точно готовы? Точно. Добрый день, меня зовут Самолкин Максим Владимирович. Я работаю в следствии об обслуживании тепловых пунктов 5-го разряда с 2007 года в СГК. Очень важно, чтобы жилой дом был готов к отопительному сезону. То есть, например, если не будет выполнена промывка внутренней системы отопления, то квартиры в отопительный сезон будет малокомфортно, то есть батареи не будут греть должным образом. В случае, если будет какая-то авария, если не произведена опрессовка, то запорный ароматор может не работать, и мы не сможем перекрыть внутреннюю систему отопления для устранения аварии. При подготовке к отопительному сезону управляющая компания в первую очередь предъявляет сопло. Согласно выданному предписанию, мы смотрим диаметр расчетного сопла. Сопло служит для регулировки и подачи теплоносителя. В дальнейшем мы обращаем внимание на приборы ТПА, то есть манометры, термометры, они должны быть поверены. Направление теплоносителя на элеваторном узле должно быть обязательно. Нумерация запорной арматуры, согласно утвержденной схеме элеваторного узла. Температурный график теплоносителя обязательно нужен. И клапан от аварийного повышения давления. Он служит для того, чтобы в случае повышения давления обратного провода не разорвало батареи квартира. После установки сужающего устройства, то есть сопла, мы его аплобируем. Потом начинаем опрессовывать элеваторный узел. Элеваторный узел опрессуется на 10 атмосфер. После этого смотрим промывку внутренней системы отопления. Промывка производится до осветления сетевой водой. Также обращаем внимание на герметизацию вода в подвальном помещении. То есть, если снаружи будет порыв, чтобы не затопило, то подвальное помещение жилого дома. Этот дом готов к отопительному сезону. Также обращаем внимание на остекление подъездов, на утепление межпанельных швов. Это тоже влияет на комфортность в квартире по температуре в зимний период. Я живу в частном доме и тоже знаю, что надо обязательно подготавливать систему частного дома, готовительного сезона, чтобы не было в зимний период проблем. Так же, как и в многоквартирных домах, чтобы радиаторы грели. Чтобы не было никаких проблем и аварийных ситуаций. А в частном доме за это отвечает сам житель. Мои друзья очень часто обращаются за помощью. То есть, поменять батареи или какие-то проблемы в зимний период. Допустим, не греет батарея или что-то. Я с радостью им помогаю. Ладно, пошел я дальше работать. Всем хорошего дня. До свидания.